Ну что ж, дальше. Я надеюсь, ребята нас порадуют на контрасте своими гостями. У нас прекрасные, прекрасные гости, волейболистки. Вот я считаю, что действительно волейбол нам дает, особенно женский волейбол, одних из самых красивых, великолепных спортсменов. Ребята? Андрей, спасибо тебе огромное. И с тобой буквально невозможно не согласиться. Друзья, как и обещали, у нас в гостях чудесные волейболистки. Они представляют московское «Динамо», а я представляю их. Итак, Яна Щербань и Вера Ветрова. Ветрова, простите. И медаль, конечно. Можете сразу показать? Наш третий участник. Дело в том, что буквально накануне наши дорогие гости выиграли финал четырех суперлиги и стали чемпионками России. Но вот Вере не привыкать, она теперь двукратная чемпионка России. А Яна сделала это в первый раз. Друзья, ну что, поговорим? Обязательно, конечно. Расскажите, пожалуйста, о том, как проходил финальный матч. Вы играли с «Уралочкой». Я напомню, что со счетом 3-0 закончился этот матч. Но при этом борьба была довольно такая плотная, да, потому что во всех партиях счет был 25-23 в вашу пользу. При этом лидер команды вашего соперника, лидер «Уралочки» Шенет Джек упала прямо непосредственно перед игрой. Расскажите, пожалуйста, что вы чувствовали, когда вы выходили на площадку? Да, действительно, это был тяжелый матч. И то, что случилось с Шенет, просто всех выбило из колеи, действительно. Мы не поняли, что произошло и очень сильно переживали. По информации, конечно, сейчас все с ней хорошо, но «Уралочка» действительно показала прекрасный волейбол в этот день. И было действительно очень непросто. Что это могло быть? Какие-то причины хотя бы называются? Высокие нагрузки? Возможно, волнение, возможно, какие-то витамины такие, такую дали реакцию. Но не Мелдрана. Думаю, что нет. Пусть не хочешь, мы не можем спросить и об этом. Пару комментариев ваших, да, там, российский спорт разрываемый, да, то есть этой темой. Часто вас проверяли, да, там, как давно может быть что-то было? Наши зрители наверняка очень хотят об этом. Нас проверяют периодически, чтобы не осталось в организме никаких следов, потому что накануне Олимпиады... И на кону. И на кону, конечно. Мы прекратили принимать в августе того года. И надеюсь, что все хорошо уже. Чистый, чистый наш волейболист. Давайте вернемся к финальному матчу. Вера, а вот когда вы все-таки победили, какие эмоции вы испытали и что творилось в вашей раздевалке? Потому что шампанское из пластиковых стаканчиков, это было сильно. Да, ну, конечно, некоторые руководители, особенно наши, которые долго очень ждали этой победы, немного к этому относятся суеверно. Никто, конечно, ничего заранее не заготавливал. Все начались организаторские мероприятия после того, как случилась уже наша победа. То есть кто-то куда-то пошел, кто-то там, наверное, стал искать эти стаканчики, шампанское. Конечно, большая радость, очень большая радость. Все ждали, все к этому шли, готовились. Хотелось, конечно, давно уже идти к этой победе. Вся страна видела эти невероятные фото из вашей раздевалки. Кто это был, кого вы пустили в свою раздевалку? И, ну, мы знаем, что мужские коллективы, да, в общем, это в хоккее, да, совершенно спокойно заходят. Ну, мальчики в меньшей степени стеснительны, да? А вот в вашем случае это тоже так легко все? Ну, после этой победы мы тоже уже не сильно стеснялись. Да, конечно же, фотограф, который постоянно с нами, постоянно который фотографирует нашу команду, пришел в раздевалку. Также пришли в раздевалку руководители наши, поздравили тренера. На самом деле было очень много поздравлений, очень много. Какова вообще играть против команды Карполя? Наверное, я отвечу на этот вопрос. Это всегда непросто, потому что у них проходит хороший разбор. И ты действительно чувствуешь, находясь на площадке, что они изучают слабые стороны соперника. И действительно точечно действуют на эти моменты. И поэтому всегда чувствуется большое напряжение. И действительно я довольна, что мы справились и выдержали это. Харизматичный, да, невероятно жесткий все тот же Карполь. Карполь, он оказывает какое-то давление на соперниц, даже находясь на тренерском мостике? Есть какое-то ощущение, что вот он, вот он тот самый, тиран практически? Ну, для меня, конечно, это не тиран. Он вызывает огромное уважение. Столько лет он добивается прекрасного результата. И я думаю, что больше влияние он, конечно, оказывает на свою команду. Девчонок стимулирует, мотивирует всегда. Но, конечно, всегда эти матчи совершенно непростые. Потому что чувствуется, хочется показать максимум своих, свою лучшую игру. Вер, совсем скоро состоится Олимпиада в Рио. Сейчас отдыхать или уже надо готовиться к Олимпиаде? Хотя бы парочку выходных вам дали? Нет, выходные нам дали. Но главный тренер... Нет, сбор начинается 19 или 20 мая в Анапе. То есть до этого времени есть возможность передохнуть чуть-чуть. Но главный тренер посоветовал не забывать нагрузки, резко не выходить из них, входить плавно. Потому что очень тяжело на самом деле. То есть ты был на пике нагрузок, потом ты резко бросил, потом опять ты резко начал. А что делаете? Может быть, в планке по утрам стоите, пресс качаете? Какие упражнения? Пресс, конечно же, фитнес. Никогда никому не мешал. А вот Маша спросила про планку неспроста. Можете сказать, сколько стоите в планке, если не секрет? Ну, минуту точно мы можем просто стоять. Давайте все-таки поподробнее поговорим о грядущих Олимпийских играх. Насколько вы уже сейчас думаете о них или это все далекий август? Я стараюсь об этом не думать. Сейчас у меня главная задача сохранить оптимальное свое здоровье и все-таки действительно попасть... Насколько все в порядке? Да. Вот фу, да, все хорошо. И надеюсь сейчас прийти в свою оптимальную форму. Ну, конечно, сначала отдохну, да, об этом я не думаю. Потом уже готовиться и к августу подойти в оптимальной форме. Не можем не спросить тебя про олимпийскую квалификацию, да, ты просто главная звезда, все заголовки пестрели, там, твои фамилии, да. Спасибо. Как ты вообще реагируешь на это, да, ну и вообще твой комментарий вот. Ну, это, конечно, очень приятно, да, и основное то, что мы выиграли все-таки эту квалификацию. Как бы я ни сыграла, но основное это наша победа. Но сейчас, конечно, уже забывается, это просто турнир, и сейчас я все-таки хочу героем стать последующих турниров. Надеюсь, что так и будет. Я хочу вспомнить Олимпиаду 2012 года. Мы тогда заняли первое место в группе. При этом в четвертьфинале мы попали на бразильяна, к которой заняли четвертое место в группе. Был невероятно напряженный матч, и наша команда все-таки проиграла, а бразильянки потом благополучно выиграли этот турнир. Там, у них дома, насколько велики наши шансы все-таки отомстить бразильянкам за то, что они нас в какой-то степени лишили золота Лондона? Ну, у нас большие шансы, и тут, конечно, нельзя сказать, что бразильянки – это основной конкурент. Там собраны лучшие команды со всей планеты, и нельзя сбрасывать со счетов и сборной Америки, и сборной Китая. Конечно, будет огромная поддержка команде Бразилии, но они уже становились олимпийскими чемпионами, а мы еще нет. Да, последнее время, так что, извините, мы хотим больше. Девчат, вопрос к вам обеим. Очень красивый маникюр, все просто потрясающе, но при этом все время, главное оружие – это руки. Они все время страдают, они все время под нагрузкой, наверняка синяки. Вообще, много тратите времени на их установление? На самом деле, страдает все, и руки, и ноги, и бока. Бока? Бока, да. Ну, падаем же за мячами, бьемся. Ну, как, конечно, там страдать не страдает, но все в пределах нормы. Удивительно, что сегодня Максим задает вопросы, если можно так выразиться, женские, а я все спрашиваю непосредственно про спорт, про волейбол. У тебя такая память, что ты в Лондон помнишь. Ну, я не могу забыть тот матч, конечно же, очень обидно было. Очень грустно. Скажите, вот в этом сезоне так получилось, что Любовь Соколова заканчивает карьеру, Екатерина Гамова заканчивает карьеру, при этом Гамова едет в Рио, Соколова вроде бы нет. Или у вас есть какие-то другие данные? На самом деле, я думаю, я думаю, как бы не знаю, как думает тренерский штаб, еще ничего не определено. То есть, все будут смотреть на состояние игроков перед именно Олимпиадой. Кто будет готов больше, лучше, тот и поедет. На Олимпиаду должны ездить, наверное, сильнейшие. Ну, про Соколова можно сказать что-то особенное? То есть, должна быть Олимпийские игры для всех, для любого спортсмена. Это что-то невероятное вообще попасть, отобраться. А тут вроде как гарантированное место. И вот так. Вы на месте спортсмена. Ну, опять же, у нас нет гарантированного места в составе. И тренер смотрит только на форму игрока и в каком состоянии он находится перед играми, перед соревнованиями. Поэтому я считаю, что должны ехать только самые лучшие, которые действительно принесут пользу и результат в команде. Скажите, а Любовь Соколова в своем амплуа лучшая волейболиста 21 века? Вот так мы ее, пожалуй, назовем. Я очень восхищаюсь Любой. Это действительно человек, который на площадке делает все. И во многом я смотрю на ее игру и стремлюсь, конечно, к этим качествам. Мне очень нравится, что она и принимает, и действует в атаке великолепно. И человек с прекрасной общей игрой. И, конечно же, если она будет в своих лучших кондициях, то она внесет большой вклад на Олимпиаде. Ян, скажите, пожалуйста, а когда вы вдруг, неожиданно, наверное, для нас, не для вас, а может быть и для вас, стали звездой олимпийской квалификации, что вы почувствовали? Или вы не ожидали, что вот эта вот слава, она буквально свалилась вам на плечи? Какая слава? Ну, я вот вообще об этом не думаю, на самом деле. Звезда, ну, это абсолютно не про меня. Опять же, во время турнира, я думаю, честно говоря, скорее бы все закончилось, и чтобы мы заняли первое место. И старалась все сделать для того, чтобы мы это, чтобы мы выиграли. А какое-то давление абсолютно, на самом деле, не чувствовалось. Вот только результат давил, и все. А так, какие-то посторонние факторы в плане славы, опять же, нет. Такого не было. Маш, я очень внимательно изучил, можно сказать, Инстаграм Яны. Там про славу очень много всего интересного, чего там только не очень красивая фотография, кстати. Спасибо. Про медаль, про медали, да, то есть, когда я им вопрос, есть, может быть, дома какое-то место отдельное, может быть, даже целая комната, где трофеи хранятся, где эта медаль вот конкретная будет у вас находиться. Ну, вот видите, я не смогла забрать ребенка медаль, то есть, он сейчас пока, да, все с медалью ходит. Главная игрушка, наверное, да? Да, да, сейчас пока, да, главная игрушка. Кроме волейбола, хочется просто, чтобы наши зрители узнали вас поближе. Вот пять фактов, которые им нужно знать о вас. Значит, наверное. Давайте я про Яну скажу, а нам про Яну. Давайте. Ну, Яна добрая очень, очень коммуникабельная. Я не пинаю ее под столом. На самом деле, человек, который всегда готов прийти на помощь, ну, конечно же, симпатичная и... Фотки классные в Инстаграме. И фотоигеничная. Ян, ваша очередь. Вера очень, так же, коммуникабельный человек и очень душевный. Мне восхищает в ней то, что с любым человеком она может найти общий язык, несмотря на свои симпатии или антипатии. Действительно, она настоящий капитан и лидер нашей команды. Помимо этого, она прекрасный человек, прекрасная жена, прекрасная мать. Колю мы обожаем ее, это ее сын. Сколько вам? Три с половиной года. Если можно, передам вам привет. Нет, нет, нет. Ждет, ждет, там, с медалью ходит, где моя мама. А вы дружите, да, в жизни? Не только на площадке. Да, да. Ну, вообще, мы столько много времени проводим вместе, вот именно командой, что сложно, наверное, не дружить. Конечно, мы очень много общаемся и очень много друг про друга знаем. Спасибо. Есть какой-то, ну, прям короткий, есть какой-то промежуток времени, когда вот все, уже невозможно, хочется разъехаться и дать паузу во время сбора? Ну, у меня такой каждый день, в принципе, происходит. Когда после тренировки прихожу домой, видите, никого не хочется. Отпуск вместе проведете? Нет. Конечно, нет. У нас в своей семье, конечно, хочется провести время с близкими, потому что мы их не видим годами. Бывает и так. Яна, огромное спасибо вам за то, что пришли. Вера, и вам большое-большое спасибо. Яна Щербань и Вера Ветрова были у нас в гостях. Друзья, буквально накануне они стали чемпионками России по волейболу, но и совсем скоро, буквально через несколько месяцев, мы очень надеемся, что они будут радовать нас во время Олимпиады в Рио. Максим Трусов, Маша Командная, и мы продолжаем программу «Все на матч». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова